Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава третьей книги Ездра Неканонической книги, лежащей где-то на грани Ветхого Завета и Нового Завета Или Библии и Придания И как раз для библейского портала экзегета читаю русский синодальный перевод 15 глава и 16 они отдельно Вот у нас 14 закончилось В принципе, можно на этом книгу заканчивать Там логичный финал Но есть некоторое дополнение И это дополнение, оно даже никак не связано с предыдущим текстом То есть, вот виден очень резкий шов Возможно, действительно, это некоторое отдельное пророчество Которое было добавлено к третьей книге Ездра Просто потому, что оно тематически ей близко Говори вслух народу моего слова пророчества Которое вложу я в уста твои, говорит Господь И сделай, чтобы они написаны были на харте Потому что они верны истинно Ну, то есть, на длинном свитке Не бойся, что будут замышлять против тебя И да не смущает тебя неверие тех, которые будут говорить против тебя Ибо всякие неверующие в неверии своем умрет Вот здесь уже пророчество Как в основном письменный текст, который передается дальше Вот я наведу, говорит Господь, на круг земной бедствия Мечи голода, смерти, пагубу За то, что нечестие людей осквернило всю землю И пагубные дела их переполнились Посему, говорит Господь, я уже не буду молчать о беззакониях Которые совершают они нечестиво И не буду терпеть в них того, что они делают преступно Вот кровь неповинная и праведная выпьет ко мне И души праведных выпьет непрестанно Отомчу им, говорит Господь, возьму от них к себе Всякую кровь неповинную Ну, пророчество довольно похоже на многие пророчества Которые мы видели раньше То есть Господь грядет судить грешников И отомстить за их грехи Но при этом продолжение немножко необычное Вот народ мой ведется, как стадо на заклане И потерплю более, чтобы жил в Египте Но выведу его руку и сильную, мышцу и высокую И поражу Египет кезнью, как прежде И погублю всю землю его Это что же, это все было до исхода из Египта, что ли? Нет, ну, конечно, нет Потому что, собственно говоря, Израиль как народ После этого исхода и состоялся Да, здесь Господь говорит именно со своим народом Ну, так он уже вышел из Египта? Да, конечно, вышел Но, тем не менее, особенно в эпоху Ассирийского нашествия на Северное Царство Вавилонского на Южное Довольно много израильтян и иудеев Бежали в Египет просто для того, чтобы Не жить под Ассирийцами и Вавилонинами Но чтобы выжить, в конце концов Там огромное количество людей убито И остались в Египте, у них там не очень хорошее положение Но как-то они претерпелись И, соответственно, это новый исход А можно понять и так, что исход – это некое типологическое событие То есть это то, что периодически происходит Народ Божий живет среди язычников, среди неверных И Господь его оттуда выводит Восплачет Египет и основания его, пораженные казнью и мщением Которые наведет на него Бог Восплачут земледельцы, возделывающие землю Потому что оскудеют у них семена От ржавчины, от града и от страшной звезды Вот здесь очень похожа на книгу Откровения То есть какие-то небесные явления Которые с другой стороны напоминают О египетских казнях То есть египтяне, они оказываются Объектом этих всевозможных бедствий Горе веку и тем, которые живут в нем Век это в данном случае мир В том виде, в котором он существует сейчас В этой книге он постоянно в этом смысле употребляется Ибо приблизился меч и истребление их И восстанет народ на народ для войны И мечи в руках их Люди сделаются непостоянными И одни, других одолевая Вознеродят о царе своем Перестанут о нем заботиться И начальники охотят дел своих В пределах своей власти Пожелает человек идти в город Ибо по причине и гордости Города возмутятся Дома будут разорены На людей нападет страх Не сжалится человек над ближним своим Придавая дома их на разорение оружием Расхищая имущество их По причине голода и многих бед Ну вот опять-таки бедствия Причем отдельно подчеркивается Вот это какое-то озверение толп Которое служит главной причиной То, что там град То, что там звезда страшная Комета, видимо, какая-то Это ладно А вот люди, которые друг с другом Начинают общаться Как дикие животные Это гораздо хуже И что же дальше Вот я созываю, говорит Бог Всех царей земли От востока и юга От севера и Ливана Чтобы благоговели Придо мной Обратились к себе самим И чтобы воздать им Что они делали тем Как поступают они Даже досили с избранными моими Так поступлю с ними И воздам в недру И говорит Господь Бог Не пощадит десницам И огрешников И меч не перестанет поражать Проливающих на землю Неповинную кровь Ну, тоже это Все совершенно понятно То есть Вот это всеобщее озверение Оно приводит К божественной каре И более того Эта кара сама Может и пониматься В том числе Как это озверение То есть Это все происходит Не случайно Исшел огонь Из гнева его Истребил основание земли И грешников Как зажженную солому Горе грешникам Не соблюдающим заповеди Мои Говорит Господь Не пощажу их Удалитесь Сыновья отступников Не оскверняйте святыни моей Господь знает всех Которые грешат против него Потому предал их На смерть и на убиение На круг земной Пришли уже бедствия И вы пребудете в них Бог не избавит вас Потому что вы Согрешили против него Ну, вот Довольно печальное пророчество И даже не ясно Как, собственно говоря С этим быть Все будет плохо И спасения нет Дальше Конкретнее Вот Видение грозное Лицо его от востока То есть С востока придет Нечто Выступит Порождение драконов Аравийских На многих колесницах И с быстротой ветра Понесутся по земле Так что наведут страх И трепет на всех Которые услышат о них Ну, в этом видели, кстати Пророчество О распространении Ислама Да, поскольку он Из Аравии пришел Здесь аравийские драконы Кто это Какие-то кочевники Очевидно И это было И до ислама И после Когда приходили С востока Кочевники В том числе Из Аравии Выйдут Как вепр из леса Кормонине Толком неизвестно Кто такие Какой-то народ Неистов Стоящие в ярости И придут Великой силе Вступят в борьбу С ними И опустошат Часть земли Ассирийской То есть Северная Междуречия Нашествия Воины То, что Периодически Происходило В истории Потом драконы Помнящие Происхождение Свое Держат Вверх Обладая Великую силу Обратятся Преследовать Всех Те Смутятся Умолкнут Предсилу Их Обратят Ноги Свои В бегство Но находящиеся В засаде Со стороны Ассирий Накружит Их Умертвит Одного Из них Войске Их Произойдет Страх И трепет И ропот На царе Их Вот описание Некоторых Сражений Кто-то Из Аравии Нападает Кто-то С другой Стороны И военная Удача Сопутствует То одним То другим Это обычная История Вот Облака От востока И от севера До юга И вид их Весьма грозен Исполнил Свирепости И буря Они Столкнутся Между собой И свергнут Много звезд На землю И звезду Их И будет Кровь От меча До чрева И помет Человеческий До седла Верблюда Страх И трепет Великий Будет На земле Некоторая Такая Грандиозная Битва Где много Крови И помета То есть Испражнение Понятно Что когда Большие армии Сталкиваются И то и другое В изобилии Ужаснутся Все Которые увидят Эту свирепость И вострепещут После того Много раз Будут подниматься Буря От юга И севера И частью От запада И ветры Сильные Поднимутся От востока И откроют Его и облако Которое Я подвигнул Во гневе А звезда Назначенная Для устрашения Превосточном И западном ветре Повредится Практически Ничего Непонятно Какие-то Небесные Явления Буря Ветра Звезда Которая Появляется И здесь Полные свирепости И звезда Чтобы устрашить Всю землю И жители Ее опять звезда Причем У нее никакой Другой роли Кроме устрашения И прольют На всякое место Высокое Возвышенное Страшную звезду Огонь и град Мечи летающие И многие воды Чтобы наполнить Все поля И все источники Множеством вод И затопят Город и стены И горы и холмы И дерева в лицах И траву в лугах И хлебные растения И пройдут Безостановочно До Вавилона И сокрушат его Соберутся к нему И окружат его Прольют звезду И ярость на него Все время звезда Все время Какие-то вот Природные стихи Настолько Что уже ничего Непонятно Вообще ничего Вот некоторые Довольно хаотичные Такое описание Ясно только Что все будет Очень плохо И поднимется пыль И дым до самого неба И все кругом Будут оплакивать его А те Которые останутся Подвластными Ему будут служить Тем Которые навели страх И здесь конечно Мало чего Понятно Вот можно сравнить Это с книгой Откровения Где тоже множество Образов Откровения Анна Богослова Из Нового Завета Но там все-таки Довольно стройные идеи Да Вот там есть Господь Который все это насылает А здесь такая вот Куча бедствий Причем она Даже не рассортирована Вот все вместе Звезда Которая периодически Появляется Мне кажется Вот эта часть Третьей книги Издра Для нас Интереснее всего Именно как фон На котором потом Появится Откровение Анны Богослова Вот эти представления О том Что однажды Все станет плохо Нет Но мы же видим Глядя вокруг себя Что в мире Очень много вещей Портятся Да Вот совсем все не такое Как было В времена нашей юности Вот мир весь портится Он приходит к концу И дальше начинается Вот такой Непереваренный ком Вот все вместе валится И это плохо И это плохо И это плохо И вот эти главы Соответственно Это часть Нынешней Турции Горе тебе Бедное За то Что уподобилось Ему И украшало Дочерей Твоих Блудодеяний Чтобы они нравились И славились У любовников своих Которые желали Всегда блудодействовать С тобою Видимо Тут упомянут Египет Аравия Ассирия Но и вот Ассия Как еще одна Из областей И везде Примерно одно и то же Тоже вот такая Привычная на мысль Да везде все плохо Да Везде примерно Одинаково плохо Ты подражала Ненавистному Во всех делах И предприятиях его Зато Говорит Бог Пошлю на тебя Бедствие Вдовство Нищету И голод И меч И язву Чтобы опустошить Дома твоей Насилием И смертью И слова Могущества твоего Засохнет Как цвет Когда она станет Зной посланной На тебя Ты изнеможешь Израненные женщинами Чтобы люди знатные Любовники Не могли принимать себя Тоже это постоянный мотив Когда Отклонение От единобожия Понимается Как блуд Да Как то что Вот какие-то Любовники С ними Народ Израиля А здесь почему-то Ассия Провинция какая-то Может быть иудеи Которые там живут Вот часть этого народа Вот эти самые Языческие боги Они как любовники Когда с ними Чем-то занимается Израильский народ Это похоже Вот на блудодеяние На то Что от супруга Какая-то неверная Женщина Обратилась К разным Любовникам Ты изнеможешь Как нищий Избитый Израненный Женщинами Чтобы люди знатные Любовники Не могли Принимать тебя Стал бы я так Ненавидеть тебя Говорит Господь Если бы ты Если бы ты Не убивала Избранных Моих Во всякое Время Поднимай руки На поражение Их И глумясь Над смертью Их Когда ты Была В опьянении А вот здесь Может быть Уже Не только И не столько Об аудеях Которые там В плену Где-то В Персидской Империи Или в Вавилонской То что формально Вроде как Действие происходит В Вавилонской Империи Ну похоже Что книга Писалась Намного позже А как раз Эта империя Может восприниматься Как эта блудница Которая поднимает Руки на избранных То есть на народ Божий Прежде всего Украшай Твое лицо Мзда Блудодеяния Твоего В недре Твоем Зато и получишь Ты воздаяние Ну то есть Все это Внутри тебя То что Тебя причитается За это Это не снаружи Придет Это прежде всего Внутри Как поступала Ты с избранными Моими Говорит Господь Так с тобой Поступит Бог И подвергнет тебя Бедствиям Дети твои Погибнут от голода Ты падешь от меча Города твои Будут разрушены И все твои Пойдут в поле От меча А которые на горах Те погибнут от голода И будут есть Плоть свою По недостатку хлеба И пить кровь По недостатку воды В несчастье Пойдешь по морям И там встретишь беды Во время переходов Твоих Они бросятся На опустошенный город Разоренная ты послужишь Для них солому Они для тебя будут огнем И истребят тебя И города твои Земли твои Горы твои Селеса твои Дерева плодоносные Сожгут огнем Сыновей твоих Уведут в плен Имущество твое Захватит добычу И слова твои истребят Всем будет плохо Вот собственно Главное содержание Этой главы А в следующей главе Продолжится то же самое Когда мы ее прочитаем Постараемся понять Вообще зачем К третьей книге Ездра Были добавлены Эти две главы Но в следующей Шестнадцатой Кассии добавятся Еще некоторые страны